Это Давича, продолжаем выпуск. Ветеранам окажут социальную помощь, а патриотическому воспитанию школьников уделят особое внимание. В областном правительстве сегодня презентовали план по подготовке к 9 мая. В следующем году россияне будут праздновать 70-летие Великой Победы. Согласно ему, в городе продолжат предоставлять жилье ветеранам. Кроме того, у них появится возможность получать медицинскую помощь и лекарства на дому. Кстати, согласно статистике, на данный момент в Кировской области проживает больше 2000 участников Великой Отечественной. И более 26 тысяч стружеников тыла. Какие еще изменения произойдут в городе области к Дню Великой Победы в сюжете Екатерины Зубаревой. Согласно плану празднования 70-летия Победы, который представили сегодня в правительстве, к 9 мая следующего года в Кировском парке Победы появятся бюсты четырех маршалов СССР. Ивана Конева, Константина Вершинина, Леонида Говорова и Сергея Соколова. Возвести эти монументы планируют на открытом месте за стеллой в Парке Победы. Причем выглядеть они будут не так, как мы привыкли видеть. По предложению главы региона изобразить великих маршалов нужно такими, какие они были на войне. То есть моложе, чем, например, в учебнике истории. Кроме того, на аллее Парка Победы будут увековечены имена кировчан, героев СССР и полных кавалеров Ордена Славы. Скорее всего, работы по установке начнутся уже осенью, чтобы к 9 мая все было готово. К 9 мая областные власти планируют отреставрировать и вечный огонь, а также памятник воинам локальных конфликтов, что находится у филармонии. Ведь в День Победы это одни из главных мест, где собираются сотни кировчан, чтобы отдать дань памяти своим защитникам. Ремонтом мемориалов займутся и в районах области. В 2015 муниципалитетам на реставрацию или замену памятников выделят 10 миллионов рублей. Особое внимание уделят и патриотическому воспитанию школьников. В образовательных учреждениях пройдут викторины и игры на тему Великой Отечественной войны. Также комитет по подготовке к 9 мая постановил на всех областных школах, где раньше учились герои СССР, установить мемориальные доски. Если эти учебные заведения уже прекратили свое существование, то мемориальные доски могут появиться на школах в районных центрах. Важно, чтобы ребята, школьники, вот каждый день идя в школу, они видели это имя героя, который вышел из их же родной школы. Отремонтируют в 2015-м и театральную площадь – главное место празднования Дня Победы. Там планируют положить новый асфальт. Всего на подготовку области к 9 мая власти планируют потратить 61 миллион рублей. Екатерина Зубарева, Алексей Стахеев, Бюро новостей Довича.